Слушайте, мне в видео тут говорят посмотреть Карлсона, Путина интервью, чтобы понять все про территорию. Я правда посмотрел. Со второго раза, с первого не получилось, оборолось первый раз. Как только я услышал про... В общем, сейчас последовательно все постараюсь излагать. Вообще прекрасно, прекрасно. Вы знаете, что сейчас Петр Первый говорил о том, что читать надо непописанному, дабы дурь каждого была видна. Сейчас нам средства массовой информации предоставляют возможность посмотреть на то, что наши цари-правители, это никакие не небожители, а просто тупорылые какие-то пни старые, если конкретно про Владимира Владимировича Путина говорить. Это... Экзюперий говорил, я не знаю иной роскоши, кроме роскоши человеческого общения. Блин, постарайтесь два часа эти потратить, но посмотреть. Окей. Понимаете, тут даже... Не то, что там информация какая-то. Ну, если вы любите посмеяться, до слез. Я смеялся до слез, реально. То есть, стендаперы не попадают. Путин, как седаунер, да? Седаун. Или просто назовем его седаун. Такой стиль выступления комического. Рассмешил крепко. Там надо было на этого кар... Во-первых, все уже постебались над тем, что малыши Карлсон, да? То есть, Недомерок дает интервью Карлсона. И тот явно беспокоится о своей крыше. Вы же видите, да? Он переживает. И у нас рухнула крыша сарая недалеко. Может, тарта работала? Ничего. Я не знаю, когда это произошло. Но прямо в этот день рухнула крыша сарая. Совпадение не думаю называется. То есть, начинается с того, что сейчас коротенько постараюсь пересказать двухчасовую эту фигню, насколько это все было колоритно. Начинается все с того, что Карлсон спрашивает. Ну вот, напали на Украину, потому что боялись, что на вас нападет НАТО. Расскажите мне, а чего пришли к таким выводам? И Путин начинает в ответ на это рассказывать про то, как Люриковичи в 800 каком-то году нашей эры, блин, пришли с Новгорода. Ну, блин, вот здесь я начал рожать первый раз. Когда я прервал съемку, просто я перестал... То есть, просмотр прервал и начал, чтобы проржаться. Потому что у меня текли слезы. Я вспомнил одновременно вот это из Неуловимых Пстителей, когда надо было время потянуть мужику. Он рассказывал о том, что... Вначале Исаак родил Якова, Яков родил Иуду, Иуда родил там этого самого. То есть, ну, это было настолько похоже на это, на этот момент. Дальше... Я поставлю как-то. Ставь, там. Дальше начинается... А, там же... Или про аэроплан. Кто смотрел аэроплан, когда он говорит... Говорит, что здесь было до меня? Я тут говорю, вначале были динозавры. Потом динозавры умерли и превратились в Дев. Потом пришли арабы и скупили все Дев. Вот это было. Но это было 25 минут, народ. 25 минут. Он рассказывал про Рюриковича, Богдана Хмельницкого, варваров и римлян. Блин. Карлсон, конечно, был. Понял, что банк аварийного того не стоило, по-моему, в этот момент. Трижды. Трижды спрашивал Карлсон, он умер. Все, говорит, я понял. Вы считали всю жизнь, что эта территория Украины принадлежит России. Че вы за 25 лет у власти напали на нее только два года назад? Говорит, я понимаю, что это скучно, но я сейчас объясню. И давай опять про Рюриковичей. Тот второй раз у вас спрашивает. Не-не, я уже понял, я поверил, блин, график-то. Там, почему вы, вы же 25 лет при власти. Там, он с 99-го года, премьер-министр Путин. Че вы только сейчас напали на Украину, потому что, чтобы забрать свои исконные, якобы, свои территории. Ты, говорит, я сейчас все объясню. Это, наверное, не очень интересно, но я объясню. И опять. Тянет ему документы, письма Богдана Хмельницкого. 1654 год. И ты смотришь на этого, блин, Карлсона и понимаешь, что он, блин, рад, что это, блин, нахрен не розетский камень, блин. Он ему перепер, блин, нафиг. Копию в натуральную величину. Просто эпичный какой-то типок. Как он вообще... Я вот, понимаете, расчеты... Я сейчас с женой, у меня жена журналист. Я говорю, почему ты считаешь, что это интервью, там, на кого-то произойдет впечатление? Она говорит, ну, это на людей, там, каких-то неумных, на реднеков, там. Я говорю, ну, это невозможно. 25 полчаса сдержать реднеков на рассказах про Богдана Хмельницкого. Ну, и потом, если ты хочешь кого-то впечатлить, каких-то людей, которые принимают решение, у них IQ, как минимум, там, больше сотни должен быть. И ты понимаешь, что от того, что твои там новгородцы пришли в Киев, пришли в Киев и захватили его, они не стали от этого киевлянами, украинцами или русскими. Правда ж? То есть, вот, говорят, мы, там, русские, ведут свое начало, там, с 800 какого-то года. 800 в каком-то году мы отдали, там, пригласили направление в Новгороде Рюриковичей, они пришли в Киев, захватили там власть. Ну, от того, что вы захватили власть в Киеве, который на 500 лет старше, блин, Новгорода, вы же не стали от этого киевлянами, там, украинцами или русскими. И украинцы, которые жили в Киеве, ну, там, народы, которые жили, мы не будем говорить украинцы, да, там, называйте, как хотите, малоросы, те народы, которые жили в Киеве, от того, что пришли с Новгорода люди и захватили Киев, они не стали от этого русскими, новгородцами не стали, да? Ты ж, ну, тот же Путин там дальше рассказывает о том, что как Римскую империю захватили варвары. Но когда варвары захватили Римскую империю, варвары ж не стали римлянами, да, правда ж? А римляны не стали варварами. Ну, что тут непонятного? То есть, ну, ты как бы на какую аудиторию рассчитываешь? Потом пошло, блин, про голову. Кто говорит, два полушария, Карлсон говорит, два полушария земли один за то, другой за это. Кто говорит, нет в голове два полушария. Одно за одно отвечает, другой за другой. Разные полушария, это болезнь капец. О чем ты? Не знаю. И про доллар, конечно. Просто великолепно. Человек начинает рассказывать о том, что доллар как пострадала. Послушай, ты в 99-м году пришел к власти. Путин Владимир Владимирович, да, премьером стал там. У тебя на тот момент доллар стоил. За один доллар давали 24 рубля. Сейчас дают под сотню. То есть, за время твоего правления, отвратительный доллар, который неправильно ведут политику, блин, там, Соединенные Штаты, там, залезают до 33 триллиона, говорит, долгов у Соединенных Штатов. Ну, Соединенных Штатов, блин, ВВП, честно говоря, там, 28, по-моему, триллионов. То есть, ну, это совершенно никак не намного больше, чем, ты же понимаешь, что, как бы, если у тебя зарплата, блин, в месяц 25 тысяч рублей, а должен ты 33 тысячи рублей, то это ты всего лишь должен чуть больше месячной зарплаты. Что тут непонятно. Есть страны, у которых долг, там, в несколько раз превышает месячную зарплату, условно говоря, годовое ВВП. У тебя, ты за годы своего правления, за четверть столетия, господи, пень ты, блин, нафиг, пляшивый. Ты четверть столетия сидишь на троне, ты, блин, за это время обрушил свой рубль относительно плохого, с твоих слов, доллара в четыре раза. И ты что-то рассказываешь, как им себя вести с долларом. Не знаю. По-моему, это стоит посмотреть. Там еще Гиршковец, этот журналист, он, по-моему, жрисковцом путает все время, там, шпионом какого-то, видите, как я сел собаку. Рекомендую посмотреть. Будет видно, насколько тупорылые, насколько, ну, какой-то пьяный забулдыга какой-то, лепит, он называет Зеленского отца фронтовиком, который родился в 47-м году, Зеленского отец. Причем дважды. Ладно, он брасывал с дедом, попутал. Он дважды ему говорит, и говорит, что Зеленский, он об этом разговаривал. Это ужасно. Какие ничтожества, никчемности правят судьбами мира. Виной становится убийство сотен тысяч людей, как у себя в Рашкостане, в Эмиратах этих, блин, в Эмирашке, так и здесь, в Украине. Но я всегда был с 14-го года за Путина. Этот черт доведет, блин, страну, блин, до Цюгундера, Российскую Федерацию свою. Майор должен делать свое дело. Посмотрите с Путиным. То есть, конечно, там, я не знаю, реднеки, может, какие-то что-то там увидят. Для кому все равно, что там говорит говорящая голова, блин, извините за татологию. А тот, может, что-то и просмотрит, там увидит. Но если у человека хоть какой-то IQ есть, у человека, который принимает решение, там, что-то, ну, ты смотришь и думаешь, боже ты мой, ну, это же имбецилл. Он в своем мире живет, там, в каком-то в своем мерке, блин, он не слушает вопросов, блин, а что вы сейчас? Это простой вопрос. Ты, блин, всю жизнь считаешь, что Украина, это Россия. Чего ты напал два года назад? Трижды тебя спросили, посмотрите.